Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сейчас мы часто слышим вопрос, что значит подключиться к госсопке. Звучат самые разные варианты. Например, я организовал у себя выявление атак. Я в госсопке, или я создал подразделение, пореагируя на компьютерные инциденты. Все, я в госсопке, заключил соглашение. Таких вариантов много. Все это правильные шаги на этом пути, но, как говорится, нужно дойти до конца. Полноправным участником госсопки становится тот, кто решает на своем уровне. На самом деле два направления задач. Первое, вносит свой вклад в формирование общей базы знаний о вредоносной активности и организует применение в своей системе защиты тех сведений, которые приходят из госсопка. И это не разовые действия, это должны быть процессы, имплементация которых во многих случаях требует перераспределения ресурсов, оснащения техническими средствами, принятия различных, часто сложных управленческих решений. И в своем сегодняшнем докладе я хочу коснуться вопроса организации этих процессов на уровне объекта со стороны имплементации информационного взаимодействия в рамках госсопки. Но сначала давайте пару слов скажу о том, какую цель мы преследовали и преследуем, создавая госсопку. Итак, зачем? Мы живем с вами в период активных изменений во всех сферах жизни и все прекрасно мы понимаем, что наша сфера информационной безопасности одна из самых изменчивых. И те проблемы, те вызовы, которые перед нами стоят, они объективно сложные. Наша зависимость от информационных технологий сегодня все больше увеличивается. Чем больше зависимость, тем больше возможен ущерб в случае нарушения функционирования этих самых информационных технологий. Соответственно, чем больше ущерб, тем больше внимания со стороны злоумышленников различных категорий. Если мы говорим о объектах критической информационной инфраструктуры, защитой которых многие здесь присутствующие занимаются, то есть объектов, от которых так или иначе зависит нормальное функционирование различных сфер государства, то и актуальными становятся угрозы со стороны злоумышленников, обладающих возможностями таких же государств. Соответственно, и получается, что с одной стороны баррикад злоумышленник, который обладает практически неограниченными ресурсами, как временными, техническими, финансовыми, а с другой стороны наши объекты, в которых объективно тяжело и выделять ресурсы, и внедрять какие-то новые технологии, и по времени тоже, время тоже дорогой ресурс в современных условиях. Наша практика реагирования на компьютерные инциденты и угрозы позволяет сейчас определить две современные тенденции, которые, наверное, оказывают наибольшее количество, наибольшее влияние на нашу с вами деятельность. Во-первых, это растущая сложность угроз, то есть механизмов, которые используются злоумышленниками. Можно вспомнить за последний год, сколько было публикаций, хотя бы тех инструментариев, которые были разработаны спецслужбами. Все помнят Eternal Blue и Shadow Broker публикации. Все помнят ряд других уязвимостей, которые превратились в масштабные компьютерные атаки. Давайте прикинем просто, какими компетенциями, каким набором специалистов должен обладать объект для того, чтобы справиться с простой, распространенной сегодня атакой, например, внедрение ВПО, которое на момент атаки не выявляется вредоносным программным обеспечением. Действительно, должен быть, во-первых, построен процесс выявления аномалий, который сам по себе слабо автоматизируется и требует, во-первых, наличия специалистов, которые могут обратить внимание на то, что что-то пошло не так. Во-вторых, умеют анализировать процесс операционных систем, прикладное программное обеспечение, умеют выделить программные модули вредоносного программного обеспечения, провести его исследования, провести анализ сетевого трафика. По результатам этого только можно будет выработать некие меры противодействия, разработать индикаторы вредоносной деятельности для того, чтобы внедрить эти разработанные меры и затем не допустить повторного внедрения в систему. А если это только одна атака, вектор которой может завтра поменяться, в общем, другая такая же атака требует такого же количества усилий. Понятно, что в современных условиях, в наших реалиях, типовой объект кии, субъект кии сейчас не в полной мере обладает набором, набором даже времени, временными параметрами, ресурсами для того, чтобы противодействовать таким угрозам. Вторая тенденция ставит нас еще в более трудное положение. Это скорость реализации угроз. Сейчас мы фиксируем, уже это практика на самом деле, время, проходящее от публикации, например, сведений о уязвимости программного обеспечения и появления в реальной жизни атаки, проведенной с использованием эксплойта, который эту уязвимость реализует, уже не днями измеряется, а часами. Поэтому тем первым требованиям к объекту накладывается еще и необходимость это все реализовывать очень быстро, поэтому объективно тяжело. Что делать? Для решения вот этой задачи как раз выход мы предлагаем такой. Можно недостаток компетенции, недостаток ресурсов одних объектов компенсировать за счет компетенции и опыта других. Мы создаем систему информационного взаимодействия, которая и позволит объектам, с одной стороны, получить практическую помощь в случае наступления каких-то инцидентов, с другой стороны, и поделиться как раз своим знанием о той вредоносной активности, с которой столкнулся данный объект. Сходя из этой цели и определены два направления работы, Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. С одной стороны, это практическая помощь в реагировании на компьютерные инциденты. То есть если случился компьютерный инцидент у любого субъекта, подключенного к системе, он имеет возможность получить практическую помощь. Какую? Это может быть достаточно просто рекомендаций. Если идет речь о какой-то вредоносной активности, про которую мы уже все знаем, и уже некоторые объекты с этим делом справлялись, и понятно, что делать, может быть достаточно только рекомендаций, слава богу. Может быть необходимо привлечение других субъектов информационного пространства, операторов связи, например, для того, чтобы прекратить ДДОС-атаку, пофильтровать где-то, каких-нибудь антивирусных лабораторий, исследовательских центров, для того, чтобы быстро провести анализ того или иного, той или иной угрозы и выработать меры противодействия. То есть привлечение любых субъектов, которые обладают высокой компетенцией в том или ином направлении работы. Это может быть международное взаимодействие с иностранными партнерами, если нужно прекратить какую-то вредоносную активность из-за рубежа, правоохранительные органы и так далее. Ну и, конечно, практическую помощь, собственно, непосредственно мы и этими делами занимаемся. У нас есть группа оперативного реагирования на инциденты, которая и выезжает на объекты тоже. И второе большое направление работы НКЦКИ является организация обмена сведениями об инцидентах, компьютерных атаках, угрозах безопасности между участниками системы. На уровне национального информационного пространства мы осуществляем сбор сведений об источниках вредоносных воздействий, о произошедших компьютерных инцидентах, об угрозах проведения атак, о состоянии защищенности, об уязвимостях программного обеспечения. Эти данные собираются у нас в центре, обогащаются сведениями от антивирусных компаний, исследовательских центров, других центров компетенции, из различных источников, открытых, закрытых, результатами работы наших оперативных подразделений, результатами наших исследований. И эти полученные данные используются для адресного доведения до субъектов, подключенных к системе. Мы выстраиваем систему информационного взаимодействия, в которой участникам было бы удобно и, самое главное, полезно предоставлять информацию о том опыте противодействия вредоносной активности, с которой они сталкиваются у себя на уровне своих объектов. На основе полученных данных мы формируем ряд, скажем так, фидов, того, что называется в сообществе фидами. Все мы так или иначе используем различные источники информации. На этом может быть threat intelligence фиды, может быть различные тематические фиды по источникам DDoS-атак, по бот-сетям, по центрам управления, по различному вредоносному программному обеспечению. Они бывают платные, бесплатные, открытые, закрытые. Вот мы в целом строим фид для сообщества с высокой степенью доверия. Мы строим этот источник, основываясь на реальной вредоносной активности, на реальном опыте тех объектов, которые сейчас и осуществляют деятельность в нашем информационном пространстве. Итак, что мы предоставляем? В первую очередь это индикаторы вредоносной деятельности. То есть это та информация, которая может быть использована для автоматизированного выявления вредоносной активности. IP-адреса, DNS-семена, хэш-суммы, реквизиты электронных почтовых сообщений, написаны на их основе сигнатуры и яро правила для выявления вредоносной активности. Это могут быть уведомления об угрозах, основанные либо на каких-то тенденциях, либо на оперативной информации. Это могут быть признаки инцидентов. Это хороший поток, который на самом деле уже сформировался и показывает свою эффективность. Признаки инцидентов рождаются в результате анализа источников вредоносной активности, о которых нам сказали объекты. То есть типичный случай, когда DDoS на одну организацию, в которой участвовал тысяча IP-адресов, нам эту информацию сообщают, мы проверяем, что адреса действительно реальны, и в этой тысяче адресов находится один-два адреса, которые принадлежат другому субъекту системы. То есть типичный признак компьютерного инцидента на объекте. Мы ставим перед собой цель не просто собрать сведения о компьютерных инцидентах и об объектах критической информационной инфраструктуры. Мы хотим сподвигнуть участников системы к такой организации процессов на уровне своих информационных систем, в которых данные, необходимые другим участникам системы, формировались бы в процессе штатной работы системы защиты. И наоборот, штатный режим работы системы защиты должен позволять принимать и имплементировать у себя эти данные, например, хотя бы индикаторы компрометации. Реализация этой идеи позволит достичь еще одной цели. увеличить значимость, увеличить долю процесса предотвращения компьютерных инцидентов в системе. Сейчас мы развиваем инцидент-респонс, реагируем на инциденты. Но по-хорошему, потенциал этого направления предотвращения компьютерных инцидентов, он предотвращение ущерба. Он не реализован, ну и на третье, я думаю. Для того, чтобы это сделать, нужно создать процессы, которые позволят получать и обрабатывать большие объемы данных, успевать устранять уязвимости, обновлять средства защиты и так далее. Как мы уже говорили, время сейчас сжимается. И реагировать на угрозы нужно быстро, данных все больше, выделение дополнительных ресурсов почти всегда опять проблема. Нужно организовать процессы. В методических рекомендациях по созданию центров ГОСОПКИ в свое время мы описали набор процессов, которые должны быть реализованы в системе. Не буду на них подробно останавливаться. Сейчас мы в свое время это сообществом обсуждали и пришли к выводу, что это правильный набор. Я хочу посмотреть на эти процессы с точки зрения как раз организации информационного взаимодействия. До нас периодически доходят слухи о том, что ФСБ якобы требует предоставлять чувствительную для организации информацию, строя тем самым какую-то систему контроля чуть ли не за всем информационным пространством. И что эту информацию тяжело собирать. И в общем-то непонятно, как использовать. Подробно про то, как мы видим состав, передаваем информации, форматы и способы доставки, поговорим сегодня в рамках третьего доклада. Анатолий Грачев выступит. Я хочу сейчас коротко на примерах посмотреть, что мы хотим собирать и зачем. Эти 11 процессов можно условно разделить на три группы. Процессы, организующие предотвращение компьютерных инцидентов, выявление инцидентов и реагирование на инциденты. В соответствии с нашей нормативной базой обязательным предоставлению в ГОСОПКО подлежит только информация о компьютерных инцидентах, которые фиксируются в рамках объекта. Это то, что в приказе про обмен называется технические параметры компьютерного инцидента. Формируя этот набор данных, которые необходимо предоставлять в адрес системы, мы постарались сделать так, чтобы в нем присутствовали только сведения о вредоносной активности, с которой пришлось столкнуться нашим коллегам. Нам нужна только та информация, которая может быть полезна другим участникам системы. Нам не нужна информация о том, как именно эти процессы устроены, кто как реагировал на компьютерный инцидент, кто был виноват в том, что он случился, какие к нему были предприняты меры. Эта внутренняя кухня, она остается в субъекте владельца. Нам нужна только информация о самой вредоносной активности. Но мы хотим и призываем и будем всячески способствовать тому, чтобы те процессы, которые рождались на уровне объектов, во-первых, позволяли осуществлять весь комплекс работ от регистрации инцидентов до принятия мер по недопущению их повторения. И только в этом случае сведения, которые нужны на уровне национального информационного пространства, нужны госсотки, будут естественным образом получаться в ходе реагирования на инциденты. Дальше цепочка обработки у нас выглядит следующим образом. Получая эти сведения, мы у себя рождаем тоже целый ряд процессов. Процессов, часть из которых автоматизированы, часть проходит с участием аналитиков. В результате этих процессов участники получают либо сообщения о признаках инцидентов в их системах, либо уведомления о угрозах. Уведомления рождаются автоматически и направляются адресно. Эта система хорошо себя зарекомендовала. В этом году было порядка, ну больше двухсот случаев, когда вот с помощью вот этого обработки информации выявлялись и подтверждались инциденты на объектах, подключенных к системе. Но для того, чтобы это было возможно, нам нужна какая-то информация, хотя бы минимальная информация о тех объектах, которые у вас есть. Вот эта красная стрелочка, которая сверху идет к этому процессу обработки и позволяет сделать эти уведомления адресными. Эти данные должны рождаться на уровне объектов в рамках тоже регулярно функционирующего процесса. Часть сведений из результатов этой работы интересно иметь нам, в первую очередь для того, чтобы оперативно доводить эту информацию опять же до объектов. И в этом случае мы не хотим собирать чувствительную для организации информацию. Нам не нужны знания о внутреннем устройстве всех объектов страны. У кого какие домены, виланы, как раздаются адреса, как устроена политика доступа внутри. Для каждого вида собираемых данных есть процесс у нас, который рождает что-то полезное для участников системы. Например, информация о периметрах, то есть о внешних адресах, с которых выходит объект в сеть интернет, позволяет нам автоматизировано, автоматически выявлять ту вредоносную активность, которая так или иначе связана или исходит из этих адресов. То есть пример, который с DDoS-атаками я приводил, для реализации его нужна информация о IP-адресах. Если вы предоставляете информацию о том программном обеспечении, которое вы используете у себя, участник может получать сведения о появлении уязвимости конкретно в этом программном обеспечении. У нас есть ряд программ сотрудничества с производителем программного обеспечения, как у национального ЦЕРТа. Есть оперативные источники, аналитические подразделения. В общем, в рамках этих программ мы получаем большое количество сведений об уязвимостях немного раньше, чем они выходят, появляются в открытом доступе. Зная, кому это интересно, мы можем адресно информировать, помогая специалистам на местах экономить время. Еще один вид информации, который мы готовы получать и под который у нас есть внутренние процессы, рождающие что-то полезное для участников системы, это информация об атаках. Это вот на предыдущем слайде. Это та группа процессов, которая была связана с выявлением инцидентов. Вы столкнулись с рассылкой ВПО, которую не пустили внутрь ваши средства защиты или бдительные сотрудники, или с сетевыми атаками, там rootforce, DDoS, сканирование какое-нибудь. У вас инцидента не произошло, но опыт знания о вредоносной активности в вашей системе остались. Мы готовы принимать эту информацию и использовать ее для борьбы с вредоносной активностью в масштабах всего информационного пространства. Например, получая сведения о рассылке ВПО, мы оперативно проводим его анализ. Если у нас его не было, направляем участникам уведомления об угрозах, индикаторы комплиментации, рекомендации, что делать. Даже если просто у вас есть вопрос, является ли вредоносным то или иное письмо, направляйте нам. Мы с удовольствием принимаем такие сообщения. Всегда говорим и свой вердикт, и рекомендации, и с благодарностью это воспринимаем. Но если видите, что источником рассылки является кто-то из наших российских организаций, учреждений, компаний, как говорится, сам Бог велел направлять нам эту информацию. И, собственно, это признак инцидента у ваших коллег. Давайте помогать друг другу. В заключение хочу еще раз сказать, что для получения нашего, то есть подключения к нашему информационному обмену признаков компьютерных инцидентов в данный момент достаточно рассказать нам о себе, дать нам какую-то первичную инвентаризационную информацию. Вот примерно цифры на экране, столько объектов, про столько объектов мы сейчас что-то знаем, и вот 300 раз в этом году мы реагировали на инциденты. И это маленькая доля, на самом деле, от того, что вообще есть в нашем информационном пространстве. Давайте сделаем вот эту систему информационного взаимодействия, поставим ее на такой широкий базис, и тогда от него будет намного больше практической пользы для всех участников. Спасибо.